МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кванториум откроют в Нижнем Новгороде. Юные нижегородцы смогут там бесплатно обучаться различным инженерным наукам. Сегодня в Нижнем Новгороде произвели отключение от газа нескольких должников. Как сообщили в абонентской службе, долги за голубое топливо есть более чем у 300 тысяч нижегородцев. В период с мая по сентябрь планируется приостановить подачу газа у 14 тысяч из них. О первых результатах репортаж Екатерины Анисимовой. Этот дом на улице Донбасской не выглядит жилым. Но до сегодняшнего дня он снабжался газом. Хозяин действительно здесь не живет. По словам сотрудников абонентской службы и соседей, в здании производят мебель. То есть все-таки пользуются помещениями. Там работают каждый день. Только по ночам. А чем занимаются? Вот этого я не знаю. Там свет горит только ночью. До скольки я тоже не знаю, потому что я потом. Но в 12-м они уже работают, в 11-м. Только вот платить за газ, подведенный к дому, забывали на протяжении 8 месяцев. Кроме того, не имеет договора на обслуживание газового оборудования. Итог логичен. Долг более 100 тысяч рублей и отключение газа. Представители пояснили, что ему с документами необходимо обратиться на абонентский пункт Нижегородный энергогаз расчет, заключить договор в специализированной организации, оплатить за должность. После чего газоснабжение будет восстановлено. Владелец дома с журналистами общаться отказался. Но судя по его реакции на произошедшее, как расплачиваться с долгами, мужчина пока не знает. Что делать теперь будете? Все делать, вешать. С Донбасской сотрудники газовых служб отправились на другую точку, где также нет договора и не производится оплата. По Нижнему Новгороду таких абонентов-должников более 300 тысяч. В денежном эквиваленте это 329 миллионов рублей за должности. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижней. Футбольный юнифайт-матч сегодня состоялся в Нижнем Новгороде. На поле стадиона Северное вышли именитые футболисты, представители органов власти и люди с ментальными особенностями здоровья. Они сыграли два тайма по 10 и 15 минут. После завершения матча игроков и их болельщиков ждал уникальный приз. Подлинный кубок чемпионата мира по футболу. В Нижнем Новгороде он проводит последние часы. Сюжет Вероники Кузьминовой. Сегодня на поле Северное не просто футболисты. В юнифайт-матче вместе с атлетами специальной олимпиады играют первые лица города, а также именитые спортсмены. Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов выбрал себе позицию голкипера в команде красных. В первом тайме он упускает один мяч, успевает исправиться во втором. Но удар поворотом от игрока-олимпийца Антона Хазова показывает мощный сейф. Мы своим примером, наверное, дали возможность понять, что любой человек может прикоснуться, поучаствовать в спортивных соревнованиях, независимо от статуса, состояния здоровья. Главное, чтобы состояние души позволяло бороться за трофеи. И сегодня мы получили возможность благодаря своему настрою прикоснуться к прекрасному кубку, кубку мира FIFA. Во втором периоде красные усиливают сопротивление. К концу матча по случаем Пионата мира 2018 в Нижнем Новгороде Дмитрию Черышеву удается забить третий гол в пользу своей команды. После матча, говорит, игра вернула его в детство. Самое главное, что этот кубок приехал на тот стадион, на котором я вырос. Это вообще для меня, вы даже не представляете, что это. Эмоции, знаете, как у некоторых говорят, слезы, сопли. Первые шаги я начинал именно здесь. Я вообще вырос буквально 15 метров от этого стадиона, когда здесь еще стоял деревянный забор. И мы лазили сюда через забор, чтобы посмотреть футбол. Вы даже не представляете, что это такое. Особенность Юнифайт матча состав команд. Вместе с первыми лицами города в футбол вышли поиграть и юные спортсмены. Они призеры и победители чемпионатов России и мира по футболу в категории участников с заболеванием ДЦП. Как говорится, движение – жизнь. Если не двигаться, можешь сидеть на месте, как говорится. А если будешь двигаться, то будет все хорошо, и у тебя будет все отлично. Будешь спортом заниматься. Всегда надо заниматься спортом. Юнифайт матч завершился со счетом 4-3. Победный гол забила команда белых. Но для болельщиков это было уже неважно. Я болела за спорт, за дружбу. Честно, хотелось, чтобы не было разницы в счете к концу. Хотелось, чтобы это было четко, победила дружба. После турнира каждый болельщик смог сфотографироваться с Кубком чемпионата мира. В Нижнем Новгороде это его последняя остановка. Сегодня из столицы Приволжья он отправится в Ростов-на-Дону. Верника Кузьминова, Никита Вертлин, столица Нижнем. Глава региона Глеб Никитин остался недоволен ходом благоустройства Нижневолжской набережной. Накануне вместе с мэром Владимиром Пановым он оценил сроки и качество работ. И несмотря на то, что подрядчику оставалось лишь завершить озеленение, оформление велосипедных дорожек, установить сидения для скамеек и ограждающие конструкции, срок сдачи объекта было решено перенести на 12 июня. Рабочим предстоит исправить то, к чему у Глеба Никитина возникли замечания. Заменить некачественные крепежи на лавках, переложить в некоторых местах брусчатку и полить клумбы. Я остался недоволен. 1300 метров и 80 метров ширина сооружения. То есть сооружение масштабное. И понятно, что с учетом в том числе климатических условий и сезонности, в этот раз была поздняя зима, есть основания, почему работы еще ведутся, хотя могли бы уже, на мой взгляд, быть завершены. Контракт еще не истек. И были даны соответствующие поручения, естественно, подрядчику, самое главное, заказчику, усилить контроль, сделать его даже не ежедневным, на самом деле, а просто ежечасным, для того, чтобы все работы были выполнены в срок. С точки зрения гемонтажа у нас есть первые ограничения. Конечно же, мы хотим, чтобы он был безопасным, поэтому мы не будем выдавать инструмент, каски и так далее, потому что это должно быть торжественно, а не рабочим процессом. И второй момент, который мы постараемся сделать, это нарезать забор на небольшие кусочки, чтобы те нижегородцы, которые захотят с собой оставить это как некий сувенир по прошлому, соответственно, раздать. Детский технопарк «Кванториум» планируют открыть в Нижнем Новгороде в 2018 году. Этой теме накануне посвятили пресс-конференцию. В «Кванториумах» дети в возрасте от 5 до 18 лет смогут бесплатно обучаться различным инженерным наукам и расширять знания в области техники. Такие технопарки уже существуют в десятках городов России. Их создают в рамках проекта, который был принят в 2016 году Министерством образования и науки страны и Агентством стратегических инноваций, а также поддержан президентом России Владимиром Путиным. Концепция Нижегородского «Кванториума» почти готова. Уже известно, чем он будет отличаться от остальных технопарков. Важнейшей особенностью именно проекта в Нижегородской области является то, что ключевым партнером у нас будет являться университет Кубачевского. Два направления, которые интересны и университету, это нано- и биокванты. Соответственно, два наиболее сложных направления, наиболее дорогостоящих направления, которые будут показывать направленность нашего проекта «Кванториум» именно на естественное научное направление развития науки. «Кванториум» — это для всех. Даже ребенок, который пришел и провел первых три водных модуля в «Кванториуме», он получит тот набор наук, который, и понимает, что это технически творчество не для него, тот набор наук, который приведет ему в жизни в любой сфере — в учебе, в занятии спортом, в формировании своего будущего карьерного роста. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова